Ребят, всем привет! Перед началом перевода небольшие пояснения, кто такой Джордж Констанца. Это один из героев известного в Америке телесериала «Сэнфилд». Американский телесериал, комедийный, транслировался по NBC с 1989 по 1998 год. Джордж Констанца скуп, нечестен, мелочен и часто завидует чужому успеху. Часто изображается как неудачник, неуверенный в своих способностях. Нередко жалуется или лжет о своей профессии, любовных отношениях и о многом другом. Это, как правило, в конечном итоге оборачивается для него неприятностями. Вот, теперь приступим к самому переводу. Вы знаете, что Волл в Street Journal задал этот вопрос. Президент Констанца на этой неделе в статье Джо Байден, в основном новый Джордж Констанца из Сэнфилда, где каждый инстинкт этого человека неверен. Может быть, если бы он поступал противоположно своим инстинктам, страна была бы в другом. Найдите людей, это человек-катастрофа. Я называю Джо Байдена королем боли. Он должно бы делать это специально. Мы сейчас находимся в инфляционном кризисе. Имейте в виду, как я сказал в монологе. Все это не в новинку. У нас уже был инфляционный кризис в этой стране до того, как Рональд Рейган унаследовал еще один. Вы можете посмотреть на цифры. Идите, посмотрите книгу по истории. Если вы либерал, инфляция была выше крыши. Так что же сделал до Рональда Рейган? Рональд Рейган сократил налоги, чтобы увеличить предложения со стороны экономики, чтобы создать больше продуктов. То, что произошло в ВВП, произошел взрыв ВВП. Вот еще одно. Вы можете это увидеть, посмотреть на цифры. Что произошло в годы правления Рейгана? ВВП увеличился на 6-7% в то время, когда происходил инфляционный кризис. И знаете, чего они не делали? Они не тратили много денег, больше, чем им нужно было потратить. Они сокращали налоги и вернули их в руки производителей, чтобы они могли производить товары, чтобы высосать все эти излишки денег в экономике. Федеральная резервная система подняла процентные ставки. И в конце концов мы вернулись к росту. В то время, когда в годы Рейгана были долги и дефициты. Вне всяких сомнений, мы никогда не видели таких долгов и дефицита в истории США. Ничто нельзя сравнить со времен Второй мировой войны. Так что инстинкты Джо Байнера так же прекрасны, как у Джорджа Констанци. Каждый инстинкт неверен. Он хочет напечатать больше денег и поднять больше налогов, чтобы получить больше денег из вашего кошелька. Так как он печатает больше денег, чтобы получить меньше товаров. Потому что ни у кого не будет денег, чтобы инвестировать свой бизнес, чтобы производить вещи. Президентство Джорджа Констанци, к которому они привязали его. Всем спасибо, ребят. Всем пока.